У тебя есть все полученные копии формы 1П. Ты их как получила? Что не предоставили все формы 1П, кроме первичной? Только с лицевой. Мы не можем предоставить вам вторую сторону, копию второй стороны. Там находятся персональные данные чужого лица. Какого? Я серьёзно говорю, да. Нежданный возраст пришёл по 45-летию. Мы хотим пообщаться насчёт получения паспорта. Стоит ли его получать, обменивать или, может, отказаться. Это всё торговое право. А гражданский кодекс – это у нас видоизменённый единый коммерческий кодекс. Паспорт – это договор. О чём этот договор? А где условия договора? ЦФБА, подпись. Но я писала фиолетовой ручкой и в форме 1П. Начальник вот ушёл, вызывает Росгвардию. Вот он находится, попечитель. А в лице начальника полиции... Благодарствую за ответ, а теперь то же самое в письменном виде. Расписку давайте, то ваши действия будут расстаняться как мошенничество. Очень сильно начал нервничать. У него прямо руки тряслися. Вот и фиксацию карточки 1П произвела. И закрыла правый нижний угол. Я хочу получать прибыль за персону, а я выступаю просто выгодоприобретателем. А кто тебе мешает дописать без оборота на меня, кроме выгоды и субъекта прав какой-то персоны? Вот эта вот форма 1П, она очень похожа на карточку банковскую. Они предоставили обратные стороны всех, кроме первичной, который вписан в 18 пункты, который на самом деле является попечителем, то есть князем, душеприказчиком. Попечитель, вот они его не хотят светить. Да, они хотят страница, дети перевернуты. А вот это белое корешо, которое торчит, это всего лишь подложка под ламинат? Вот, и никакой подложки там не надо. 13 отдельных документов получится, без ниток. Не верите этим всяким блогерам, типа вон туда, которые говорят, что там что-то вшито. И она просто, Антон, замолчала. Так она знает об этом все. Они все знают. Успехи, они еще в стадии прогресса, да? То, что мы там изучаем и понимаем, куда мы попали все дружно. Я так поняла, что мы хотим пообщаться насчет получения паспорта, правильно? Угу. Ситуация какая произошла? Пришло время получать паспорт по 45-летию, да? То есть такой нежданный возраст пришел. Вот. И был большой вопрос для меня лично, стоит ли его получать, обменивать, или может отказаться, как все делают, сжечь, съесть его там и так далее, да? Но, исходя из того, что происходит в данный момент с нашей Российской Федерацией и так далее, я очень прекрасно понимаю, что мы находимся… Что там? Стал вопрос, что делать с этим, да? Стал вопрос, да. Так как мы находимся в Римском, в каком-то там еще праве, ну, хорошо, это все чудесно, но я так понимаю, что мы находимся конкретно в торговом праве, да? Так как Российская Федерация – это что у нас? Корпорация, да? Коммерческая. Вот. И все остальные, все структуры, они взаимодействуют на основании юридических лиц, да? То есть это все торговое право. И если рассмотреть все судебные решения, приказы, они у нас основанием, да, идут, что гражданский кодекс, правильно? Никакие другие какие-то там законы и так далее, они не рассматриваются в судебных решениях. Пусть со мной кто угодно спорит, но основа идет – это гражданский кодекс. А гражданский кодекс – это у нас видоизмененный, переведен, да, на русский язык, единый коммерческий кодекс, единообразный, да, УССИ. Правильно? Правильно. Вот вторая, третья, там, четвертая часть и так далее. Следовательно, паспорт, который мы получаем, это называется договор между Российской Федерацией и гражданином страны, которому предоставляются услуги. Но это я не утверждаю, конечно, это мое понимание, мое мировоззрение данной ситуации. Так что на основании вот этого я и стала рассматривать ту, как говорится, информацию, которую изучила и приняла для себя, как правильно оформить данный документ. Естественно, я рассматривала и просмотрела различные видеоролики, различную информацию, также поизучала латинский язык, там, римское право почитала, то есть вот эти все надписи, какие они бывают, латинские сокращенные, несокращенные, и которые используют именно банки, да, вся вот эта банковская система, которая является основанием для Российской Федерации, тире Россия, естественно, их нужно нам использовать. Я не нашла некоторые надписи, которые мы можем использовать, и прямо я четко утверждаю, да, что вот эта надпись, вот эта вот, имеет, ну, как бы определение, эта надпись, вот эта имеет определение. Некоторые есть, некоторых нету надписей в латинских вот этих вот фразах, да, но решила испробовать именно вот эти вот фразы, касающиеся непосредственно подписи. Safe by, да, подпись и именно этот AR, да, то есть ненесущая ответственность, то есть это сокращение. Почему я не стала ставить так же вот эти закорючки какие-то там непонятные, а прописала именно фамилию? Ну, это мы знаем, да, на основании уже гражданского кодекса, что подпись – это фамилия. Потому что в моем понимании закорючки – это не дееспособные ставят, как крестики, там какие-то галочки и так далее. Человек, который дееспособный и имеет какое-то минимальное хотя бы образование школьное, он прописывает свою подпись, именно, ну, что, фамилию, да, своего рода. Там уже каждый перефразирует, как хочет. Поэтому в паспорте я прописала именно вот так вот. Как сама ситуация происходила, можешь задавать вопросы, я тебе подробно расскажу. Еще раз конкретно, что ты написала в графе подпись, личной подпись? Подпись. Я написала ЦФПАВИНОГРАДОВА, также А, А точка и буква Р точка. Но я писала фиолетовой ручкой и однозначно вот то, что я прописала в паспорте, тоже было написано и в форме 1П. А у тебя фотографии остались? Ты делала? Да, да, да. Пришли, пожалуйста. Пожалуйста, пришлю. И, в принципе, оно выставлено, все обнародовано публично в моем, на моей странице, да, ВКонтакте. Ну, можешь тогда ссылку на ВК прислать, я оттуда закачу. Конечно, конечно. Когда начальник вот ушел, вызывает Росгвардию, то есть я эту всю карточку сфотографировала с обоих сторон, все прописала, все фиолетовая ручка, черную они мне предлагали ручку, я отказалась, сослалась на, не помню уже какая статья, но сослалась именно на 773 приказ, да, МВД, это вот регламент получения паспорта, где именно я имею право писать в карточке и в паспорте черной, синей ручкой и фиолетовой. А ты там написала в форме 1П, что фотофиксацию карточки 1П произвела? Нет, не написала, но на обратной стороне, Антон, я прописала, что не отвечаю, не несу ответственность за персону, да, то есть, которая прописана в карточке, и запрещаю обработку и передачу третьим лицам персональных данных, и также внизу закрыла своей подписью, ну, также поставила СФБА, да, Виноградова, и закрыла правый нижний угол, и с одной стороны, и с другой стороны. А без оборота она меня писала? Не писала, потому что, ну, согласно вот этим вот, той информации, которую вот я читаю, изучаю, гражданского кодекса и единообразного, да, вот этого кодекса ОССИ, я считаю, что без оборота это может быть, как бы для меня в некоторых моментах плачевно, то я хочу получать прибыль, да, за персону, ну, не за персону, а именно за определенные контракты, которые я заключаю с помощью вот этого паспорта. А кто тебе мешает дописать без оборота на меня, кроме выгоды? Возможно, но я не рассмотрела в данный момент этот вариант. Вот, поэтому, возможно, да, есть такой момент, что без оборота, но надо прописывать, да, именно такие минимальные оговорочки, да, что именно без оборота там в соответствии с таким-то договором и с таким-то. Ну, и в данный момент я решила испробовать именно вот такие вот надписи, да, и посмотреть, что будет дальше происходить, потому что в дальнейшем мне интересно, как это будет форма работать именно с банковской системой, потому что вся коммерческая корпорация, вот это вот Российская Федерация, теперь Россия, да, пусть это другая корпорация теперь пришла, но всё устроено на основании банковской системы. И я считаю, что... И ты мне... Подожди, подожди, Кристина, ты мне объясняешь элементарные вещи, которые я и так знаю, но ты не разговаривай со мной, пожалуйста, как с первоклассником каким-то. У меня миллион вопросов ещё есть. Отвечай, пожалуйста, коротко. Ну, если ты так вот будешь разжёвывать мне каждое понятие там и публикацию законов, и Конституцию, и всё остальное, ну, у нас разговор затянется на два часа, а толку ноль. Меня интересуют новые вопросы, а не то, что все уже знают. Слушаю вопросы. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вспоминаю, у меня же вопросы появляются, я пытаюсь задать, ты не даёшь, ты продолжаешь лекцию читать. Когда это было? Когда получал? Ну, фактически месяц назад. Угу. Уже использовали этот бланк паспорта где-то? Начинаю использовать в этом, на почте. Ездила вот зубы лечить везде, ставлю подпись такую же, как в паспорте. Ну, то есть принимают, никаких претензий? Да, принимают, конечно, да. Так, зубной, почта и всё? Больше нигде не показывал? Пока нет. Юридически значимых действий каких-то там, ну, нотариальных не совершала там? А еще не ходила к нотариусу, у меня там свои есть вопросы. Вот, на почте, пожалуйста, всё выдают. Банк же паспорта есть? Про почту ясно. Я спрашиваю, там, сим-карту, покупку какую-нибудь не совершала, где паспорт требуется? Понимаешь, Антон, получается, если мы используем паспорт, ну, в таких обычных бытовых ситуациях, никого эта подпись сильно не интересует. Так я тебе про то же вопрос задаю. Подожди, я тебе про то же вопрос задаю. Ты меня не слышишь. То, что на почте, это понятно, что там, хоть что покажи, лишь бы покажи. Я тебя спрашиваю про юридически значимые действия. Допустим, сим-карту купить или в банке карту получить, эту банковскую, или, я не знаю, какую-нибудь сделку совершить нотариально значимую, или там в МВД, допустим, сходила, показала паспорт, или, не знаю, к прокурору заявление подала. Он покажите паспорт, показываешь, он все принимает. То есть вот такие конкретные действия, где точно нужен паспорт и точно якобы нужна им там роспись. Было что-то такое? В данный момент еще не успела. А, ну вот все. Вот. Поэтому в данный момент какие я готовлю документы и куда правильно их заявить, еще не заявлены. Но в то же время, говорю, мне же тоже интересно, если я буду заявлять правильно в тот же банк, да, и предъявлять о том, что вот в данный момент получен паспорт такой-то, и по форме 1П теперь назначен, что, как сказать, по договору попечитель, да, с другой стороны, что вот он находится, попечитель, в лице начальника полиции, да, который, миграционная служба, который выдал этот данный документ, должны же происходить определенные какие-то действия, правильно? Например? Нет, ну так они же его заявили уже, через 2-3 дня я проверяла, то есть данный документ уже был заявлен и является действительным в системе, вот в электронной, да, где для проверки паспорта нужно внести определенную серию и увидеть, что документ действительный, он действителен, следовательно, чтобы в эту систему запустить, они же предоставляют форму 1П. Где ты проверяла? Есть определенные сайты, в интернете можно зайти и проверить, что данный паспорт действителен, да, да. Так и говори, а то ты говоришь в системе, в электронной какой-то сайты, умвд.рф, официальный сайт умвд, проверить паспорт, все, четко и ясно. Так, подожди, а ты говорила, у тебя есть это, все полученные копии формы 1П, ты их как получила? писала запрос, миграционную службу. А мне, по-моему, какая-то женщина месяца 2 или 3 или 4 где-то так это присылала свои запросы и их ответы, что они предоставили все формы 1П, кроме первичной. Это мы не с собой общались? Нет, не со мной. А тебе первичную, копию первичной формы 1П предоставили? Да. А с обоих сторон или только с лицевой? Только с лицевой. А ты обратной стороны истребовала? Требовала. Требовала. Мне пришел ответ, что мы не можем предоставить вам вторую сторону, копию, да, второй стороны формы, потому что там находятся персональные данные чужого лица. Какого? Я серьезно говорю, да. Какого? Какого лица? А кто там указан? А я задавала этот, Антон, я задавала этот вопрос, мой запрос проигнорировали. Слушай, ну там смотри, там все четко. Там кроме тебя, твоих родителей и паспортиста никого не должно быть. А если они запрещают и говорят, что там персональные данные указаны другого лица, то получается, там присутствует кто-то четвертый или там пятый, который вписан восемнадцатый пункт, и который на самом деле является попечителем, то есть князем, душеприказчиком, как еще назвать его, рабовладельцем, там этот, князь, царь, короче, владелец вот этого холопа, который был создан. А, попечитель. Да, да. Попечитель, вот он там указан полностью фамилиями отчества. Вот они его не хотят светить. Да, не хотят. Когда получала паспорт, вот мной был задан вопрос начальнику вот этой миграционной службы, я говорю, расскажите, пожалуйста, кто поставил подпись в паспорте? Он говорит, я поставил. Где, говорю, расшифровка подписи, что именно вы поставили? Ваша фамилия, отчество и должность, да? Он такой, Кристина Викторовна, я не обязан вам это докладывать. Вам что? В ваших ранечных паспортах СССР это так было прописано? Я говорю, да, было прописано. Было написано. Подпись начальника паспортной службы или там паспортного стола, я уже не помню, говорю, можно посмотреть по документам. Да, была расшифровка подписи. Я говорю, в данных документов нету расшифровки подписи, но открывая форму 1П на обратной стороне, когда была сделана мной фотография, там четко написана подпись такого-то начальника миграционной службы, фамилия, имя, отчество. Возможно, у многих в этом, ну, в паспортах, когда мы открывали и уже со знакомыми просматривали их паспорта, там была такая же подпись. Они говорят, ну, теперь знаем, кто расписался. Я говорю, пожалуйста, можете вот эту вот форму взять обратную сторону, где четко написано, что это его подпись и расшифровка. Надо было, когда он сказал, да, моя, надо было сразу его на слове поймать. Благодарствую за ответ, а теперь то же самое в письменном виде. Я такой-то, такой-то, должность такая-то, фамилия, имя, отчество такое-то, поставил собственноручно свою роспись слева в бланке паспорта номер такой-то. Расписку давайте. Возможно. Такой вариант. И плюс еще на аудио записать его. Ты на аудио не писала его? У меня есть и диктофонная запись, и видеозапись, поэтому все, что он сказал, уже все зафиксировано. Это, ладно, зафиксировано. Нужно было бумагу с него вытрясти. Ну, возможно, я сейчас это затребую. Благодарствую за совет. Ты можешь прямо написать ему канон канон 15.07. Вот как я король Елене Петровне поймал ее на слове-то, она мне сказала, что вышлет на почту и не высылает. Я пишу письмо. У вас осталось два дня. Вы под аудио, под видео, короче, сказали, что предоставите. Напоминаю вам ваши же обязательства, что если вы их не исполните, то ваши действия будут расценаться как мошенничество. Ну, можешь вот эту часть четвертую канона 15.07 прилепить, напомнить, что низшие должностные лица, они погашаются при выявлении мошенничества. Да, возможно. И все, и пускай ответят на свои слова. Казалось, что его роспись, пускай бумагу пришлет, что это его роспись. Абсолютно с тобой согласна, Антон, да, действительно. Именно затребовать у него. А если не пришлет, в Следственный комитет, там, я не знаю, кто у нас это, по 151-й подсудности, по отследственности занимается этой статьей мошенничества, 159-й вроде. Вот, либо в Следственный комитет, либо в МВД, а проще всего в прокуратуру, выявлены признаки мошенничества. Говорит одно, письменно подтвердить не хочет, присутствуют признаки мошенничества в воде заблуждений. Требует провести проверку в порядке БК 141, 144, 145. Ну, я думаю, здесь, в принципе, нужно с ними действовать на основании оферты уже, что вы выдали документ, когда ему стало задавать вопрос дальше по паспорту, это, говорю, ваш же документ, вы вот этот образец бланка паспорта мне выдаёте, следовательно, это ваш документ, правильно? Вы его создали, вы его сформировали, объясните, пожалуйста, мне все страницы данного документа. И когда после подписи вот он очень сильно начал нервничать, у него прямо руки тряслися, когда он мне ручку предлагал чёрную расписаться, я отказалась и расписалась фиолетовой, и задала ему вопрос именно, почему в данном документе страница «Дети» перевёрнута, почему она вверх ногами, она идёт, страница после неё, как многие утверждают, отрезанная страница векселя или чего-то, но она перевёрнута. Я говорю, объясните, вот у меня в предыдущих паспортах всё было правильно, вот я начинаю смотреть сверху вниз, все страницы переворачиваю, все читаемые, я всё просматриваю, а вот страница «Дети», она перевёрнутая, почему? Я не могу вам сказать этот документ, нам присылают, я говорю, ну, хорошо, опускаем этот вопрос, движемся дальше. Ну, смотри, в российском паспорте это квиточек вот этот беленький, который с тыльной стороны, который, ну, якобы, там что-то вырезан, мы предполагали, что там якобы что-то вырезан, а вот Будемира, она показала свой этот паспорт недавно на днях и прямо показала, что у неё там это расслоение произошло, ну, из-за старости, и получается, что там нету, нету, то есть вот эта страница заламинированная, она не является отдельной страницей, то есть это не отдельный лист, а он продолжается дальше туда через нитки, то есть это вот двойная страница, это двойной лист такой с четырьмя страницами, а не одинарный лист с двумя страницами, а вот это белый корешок, который торчит, это всего лишь подложка под ламинат, и там, ну, толщина где-то, ширина точнее, где-то 5 миллиметров, вот, ну, то есть она наглядно показала, что пленка в нее отошла, вот эта прозрачная, а под пленкой такая тонкая линия шириной 5 миллиметров, она вот по всей длине, ну, видать, ее подложили, чтобы лучше держался сам ламинат, но он все равно отошел, ну, как предположение, да, возможно, это просто подложка, но смысл эту подложку подкладывать под ламинат, я вот не понимаю, можно было так же ламинат просто продлить дальше и все, и прошить его, никаких проблем. Да, возможно. Когда я изготавливала документы удостоверения человека, то есть у меня тоже в документе есть вот эта ламинированная страница холодного, холодный ламинат, да, то есть человек может без определенного прибора просто закрыть эту страницу, да, вот этой пленкой, просто вот эта пленка, она вшита, закреплена и заламинирована на странице, ну, вот, где именно вот эта отрезанная, да, часть, так сказать, вот, и никакой подложки там не надо, это мне делала типография и очень четко все вот это вот объяснило, не нужно никакой подложки. Не при холодном. Я предполагаю, что это не подложка, это именно, ну, отрезок от страницы, которая там была. А вот, а вот в заграничном паспорте там конкретно, там, там идет вот этот, там не ламинированный уже, а трехслойный пластик идет, то есть лицевая сторона, тыльная сторона и по центру еще пластик с самим микрочипом, ну, это вот десятилетний именно. И еще четвертый слой, это вот как раз подложка, шириной где-то полтора сантиметра, она такая уже не белая, а серая, и такая армированная, то есть какая-то армированная сетка. И вот она как раз таки и прошивается, вот эта армированная сетка, она заходит, она спаивается вот этими пластиками, слоями, и потом выходит где-то на полсантиметра и также прошивается нитками. И получается, что вот этот пластик, он действительно отдельная страница. И если вот попробовать расшить этот паспорт, вытащить нитки все, то получится 13 отдельных документов без ниток. Вот этот заламинированный пластик, он похож на водительские права. То есть удостоверение личности получается. Просто удостоверение личности. Там и ФИО, все прописано. И еще плюс 12 бумаг, которые совершенно отдельно существуют. Действительно, я могу согласиться с этой теорией. Почему? Потому что, когда получила вот сейчас вот этот данный документ в виде образца бланка паспорта РФ, вот эта вот страница вот именно, я предполагаю, что она все-таки отрезанная там какие-то одна страница или там две или три. Почему? Потому что нитки торчат. Если это запаянная страница, никакие нитки и так далее не должны бахромиться. Где нитки торчат? Вот именно на той вот после страницы дети, где вшита вот эта ламинированная страница, да, в конце. И вот этот вот... Вот этот маленький корешок, три миллиметра. Да, и там бахромится, нитки бахромятся. А ты что? А ты сфоткать можешь? Я не видел. Да, конечно. Да, я могу сфотографировать и выставить. Я говорю, я не утверждаю, но я предполагаю, я так вижу. Там нитки бахромятся. А то Бадимир уже заявляет, не вертит этим всяким блогерам, типа Монтона, которые говорят, что там что-то вшито. Ну мы же с вами здравомыслящие люди, такие немножечко юридические следопыты, которые, ну, что-то где-то как-то проверяем, да, вот эту ситуацию, эту информацию на себе. И, естественно, если есть такая возможность, мы хотим это проверить. Если бы у меня было под рукой, да, я исследователь, я и психушке так же говорю, что я исследователь, я это всё не утверждаю, я это всё исследую и проверяю до практики. Если бы у меня было под рукой там 10 российских паспортов разных выпусков годов и 10 загранпаспортов там пятилетних и 10 десятилетних, вообще всякие разные паспорты, да я бы их это, и мне бы дали там совершенно спокойно там официально добро, что можно их разобрать и исследовать. Конечно бы я их разобрал под видео, исследовал бы и показал бы всем, как там на самом деле устроено. Но невозможно же свой, как говорится, единственный бланк, который тебе в жизни пригодится, взять его, разобрать и всё показать. Ну вот у Демира, он у него сам разобрался, она показала. Это всё чудесно. Я могу показать данный документ вот в своём паспорте, да, вот эту вот страницу, где там бахромятся нитки, и могу показать документ, который мне изготовила типография, и где всё чётко, вот эта ламинированная страница припаяна к другой странице, и никаких ниток нету. Она просто припаяна всё основательно. Вот просто для понимания и, ну как, противоречия, да, друг другу, я могу вот эти вот фото прислать и показать. Ну пришли, только, пожалуйста, постарайся сделать фокус чётким. Прям несколько фотографий нужно сделать, пожалуйста, и пришли. Хорошо, это нетрудно сделать. Ну а если возвращаемся к нашему великому документу, паспорту Российской Федерации, то я считаю, что всё-таки это договор, который нам нужно научиться использовать во благо себе. О чём этот договор? О чём? Договор о сотрудничестве Российской Федерации с гражданином. А где условия договора прописаны? Ну я думаю, что условия договора это проект Конституции. А также все подзаконные акты федеральные? Конечно. Законные кодексы? Да. Просто при получении данного документа нужно прописывать нам действительно условия данного договора. Кто ответственность несёт, кто не несёт ответственность, кто ущерб возмещает, кто не возмещает, обработку данных, кто главный герой данного договора. Правильно? Вот это нам нужно научиться прописывать. А если это всё невозможно уместить в форме 1П, то следовательно нужно им отправлять договор оферты, предложения по использованию данного документа и кто за что отвечает. Они нам со своей стороны присылают, публично опубликовывают этот проект Конституции, а мы им также присылаем в письменном варианте оферту. И начинаем все дружно взаимодействовать. Да, и самое главное найти того, кто будет материально, уголовно и административно ответственным за данную персону, за данное физическое лицо. Так, подожди. А у тебя сколько в форме 1П предыдущих было? Сколько тебе прислали лицевых сторон? У меня было 5 паспортов. Я тебя не спросил, сколько у тебя было паспортов. Я спросил, сколько тебе копий в форме 1П с лицевой стороной прислали. Копий? Одну штуку. На каждый паспорт. Всего 5? Да. Я к тебе к чему? Если я задал вопрос про форму 1П, то мне нужно узнать ответ на про форму 1П. Это все равно, что я не спрашиваю у тебя, куда ты ходила. Я тебя спрашиваю, откуда ты пришла. Это совершенно два разных вопроса. У тебя может быть 5 паспортов, а тебе прислали 4 только формы 1П. Понимаешь? Мне на каждый паспорт прислали форму 1П. И так же прислали, где данная персона была зарегистрирована. Это я тоже запрашивала. И только лицевые стороны? Да, только лицевые стороны. Ой, пришли мне, пожалуйста, тоже вот эти все лицевые стороны. И самое главное, ответ, что не можем предоставить обратную сторону в связи с персональными данными, четвертых, пятых лиц каких-то. Хорошо. Это я могу предоставить. И когда я получала данный документ в течение месяца назад, был задан вопрос, где вы были зарегистрированы до 1992 года. Именно вот эту дату, вот этот год, мне было сказано. Я произнесла, что я была не зарегистрирована, а прописана в такой-то квартире на территории СССР, Республики РСФСР, по улице такой-то. Именно был вопрос, еще раз повторюсь, до 1992 года. Задан вопрос, где я была зарегистрирована. А почему ты ответила в прошлом? Ты же до сих пор, персона до сих пор там прописана. То есть персону никто не выписывал, а ты ответила, была прописана. Персона по паспорту СССР была прописана, да. До 1992 года, второго года, там-то, там-то, да. А почему была ты ответила? Надо было сказать, была и до сих пор прописана. Ну, в принципе, она так и прописана. Потому что у меня документ о том, что я по этому адресу прописана, и в домовой книге это указано, да. Ты не поняла. Я тебе говорю, что возможно... Я поняла, Антон. Я поняла, что именно персона до сих пор там и прописана. Да. Вот этот момент, я просто не могу уточнить, что именно я так сказала. Но вопрос был задан именно по году. 1992 год был указан. Это был двойной вопрос, с двойным подвохом. Во-первых, до 1992 года, где именно прописано, ой, это зарегистрировано. Это раз по двох. И второй подвох, ты когда ответила, что была прописана, то есть ты не уточнила, что и до сих пор прописана. Понимаешь? Но этот был вопрос задан после того, когда они видели, что я снята с регистрации в Российской Федерации. Персона твоя? Да, да. По судебному решению. Надо было сразу сказать, персона-то снята с регистрации, но она до сих пор прописана. И всё. Да. Но им нужно было уточнить именно, где вы были прописаны. То есть, видать, указать именно тот адрес, который можно привязать к персоне. иначе персона потерялась, так сказать, в географическом положении, местонахождении. Вот так вот. Да, интересно. Ты знаешь, я тебе говорил уже, четыре месяца назад где-то тоже с женщиной общался. Она прислала тоже свои запросы в МВД. То есть, она им там несколько раз по пятому, по шестому кругу короче ходила. и она тоже истребовала эти копии формы 1П. Вот. Они сначала предоставили только лицевые тоже. Она им говорит, давайте мне эти обратные стороны. Они предоставили обратные стороны всех, кроме первичной. То есть, у неё вот этот попечитель был прописан в первичной форме 1П на обратной стороне в пункте 18 скорее всего. И дальше ей не удалось их пробить. Но это сказала постарается ещё. Вот эта вот форма 1П, которая сейчас была предоставлена, они там чётко прописали, что данный документ вот этот по 45-летию, он выдаётся на основании предыдущих документов, предыдущих формы 1П. Поэтому абсолютно соглашаюсь с той теорией о том, что первые документы они действительно первичные, документы, они очень важны, потому что все последующие они уже имеют определённую юридическую цепочку по предыдущим документам. Если люди пишут о том, что мы там против и так далее, всё равно идёт основа первичная. но в данный момент вот я предполагаю своё дальнейшее свои такие действия, что я на основании самоопределения, самоидентификации могу расторгнуть с вами договор и отозвать все права на подпись от моего имени как доверительные управляющие, доверительные попечители, то есть вы несёте ответственность за данные персоны. Это же договоры, договоры. Можно вообще им там в форме 1П прописать, отзывая все предыдущие подписи, прямо там написать и всё? Да, это вот люди, кто пойдут получать, да, возможно и так. Но вот мои дальнейшие действия, у меня определённые задачи заявить этот паспорт вместе с формой 1П, которую я сфотографировала, заявить именно в банковскую систему и отозвать у них все подписи, все полномочия, да, действовать от моего имени и так далее. И ответственность там, если кто-то, кто-то, кто-то себя заявляет, он несёт полностью ответственность за данную персону. А я выступаю просто выгодоприобретателем, потому что данные, которые при создании вот этой вот персоны я предоставила личные данные, не персональные, именно личные данные. Это фамилия, имя, отчество, день рождения, дата рождения, да, и место рождения, фотография, подпись. И если рассматривать 851-й приказ и 773-й, на основании которого мы получаем эти паспорта, то там чётко прописано, что фамилия, имя, отчество и другие данные это реквизиты. Открываем слово, что означает слово реквизиты, да, реквизиты в документарном отношении, в юридическом, там, договорном, да, это данные стороны, которые важны для заключения договора, да. Также есть второе обозначение слова реквизиты, что это инструментарий для сцены, да, всё, других я не видела обозначение слова реквизиты. То есть одежда. То есть используя, Антон, используя вот эти вот наши фамилии, имущества и другие данные, они считают это реквизитами. Вот это моё умозаключение и заключение о том, на основании их документов. Ты, кстати, путаешь ты думаешь, что слова личность, что слова персональные данные и личные данные это разные понятия. Нет, это одно и то же. Слово личность произошло от слова личина, то есть маска, лицо, а персона тоже от английского слова person, там французское ещё есть, то же самое, маска, роль. То есть это всё одно и то же. Личность, персона, маска, это одно и то же. У тебя есть собственность в виде имени, в виде фамилии, ну, ты хочешь там имя рода, имя отца, которое по наследству досталось. Значит, будем писать вместо слова личные, будем писать собственные данные. «Благодарствую». Вчера уже прямо так и написали там персональных данных и субъекта прав какой-то персоны. И в кавычках указали там фамилия и инициалы. То есть её персональных данных. Потому что я считаю, что персональные данные это именно если персональные данные данного документа, я считаю, это серия, кем выдано. А вот личные данные, которые использованы для создания данной персоны, ну, будем писать теперь собственные данные. Да, я соглашусь. это уже моя интеллектуальная собственность, авторское право. Поэтому люди, которые заявляют в Роскомнадзор, что это мои персональные данные, тут не совсем правильно. Потому что персональные данные они понимают под словом серия паспорта. А это их документ. Это их собственность. Не-не-не. Под понятие персональные данные там всё входит. И фамилия, имя, отчество, в общем, всё, что прописано в бумаге, паспорт, даже в форме 1П. Любые данные, относящиеся к... Но, которые взаимосвязаны между собой, правильно? Не обязательно. Там как в совокупности, так и в отдельности там, по-моему, есть такая фраза. Ну, тогда здесь нужно смотреть уже каждый документ по отдельности. То есть те же свидетельства о рождении, те же паспорт, те же документы и военный билет и так далее. То есть это очень все разные документы. И там даже место рождения бывает разное. То есть следовательно, это всё разные персоны. Да, поэтому народ и начинает говорить, что кто-то так говорит, кто-то наоборот, что свидетельство о рождении это физическое лицо, а паспорт это уже юридическое лицо. То есть совершенно разные субъекты. Да, соглашусь. А если возвращаясь к первоначальной нашей теме получения паспорта, всё-таки мне бы хотелось такой маленький совет дать людям, что действительно очень важно, что прописывается в форме 1П. Потому что я считаю, что это всё-таки договор. По опыту жизненному как предпринимателя, связанного с банковской деятельностью, вот эта форма 1П, она очень похожа на карточку банковскую. Такая же размером тоже подписи, кто там представитель, кто не представитель, от имени кого действует данное лицо, например, тот же начальник паспортного визовой службы или миграционной службы и так далее. А нам просто на руки выдается бланк, копия данного договора. А когда подавала документы на замену этого паспорта, то у меня требовались определенные документы, и я говорю, я могу прописать в пункте 18 то, что я хочу. Она говорит, да, конечно, вы можете там прописать. Я говорю, я буду писать своей сиреневой ручкой. И она говорит, а зачем вы пишете о том, что запрещаете передачу персональных данных третьим лицам? Я говорю, потому что я вам четко утверждаю, что и настаиваю на том, чтобы вы не передавали мои данные третьим лицам. Она говорит, а мы не передаем. Я говорю, ну как это не передаете? Например, в суд. Это же коммерческое предприятие, а вы берете и передаете. Юридическое лицо третье. Ну, коммерческое предприятие, которое получает выгоду на основании чего там, договора, да, их там назначают, Российская Федерация, кого там, чего там, действовать от имени Российской Федерации, каких-то определенных лиц, которые выносят судебные приказы и так далее. Она говорит, ну да, я говорю, ну я вам запрещаю это делать. И она просто, Антон, замолчала. Только она знает об этом все. Они все знают. Поэтому то, что люди говорят, что они не знают, я очень с ними сильно могу, как говорится, вступить в противоречие. Они все знают. Но отказаться полностью от паспорта Российской Федерации в данный момент, да, возможно это. Но я хочу все-таки испробовать этот документ вот именно с этими надписями на основании вот этой формы 1П, как это действует именно в банковской системе. Потому что все их определенные действия, структур, МВД, вот те же штрафы, судьи, приставы и так далее. Они куда отсылают все свои документы? Они отсылают в УФК, в Управление Федерального Казначейства, которое основательно взаимодействует с банковской системой. А потом уже на основании их документов, которые структуры присылают в УФК, им идут уже распределение денежных средств. Вот поэтому за основу везде у нас берется банковская система. Я считаю, что вот этот паспорт Российской Федерации это не вексель, это так сказать карточка, наверное, никак не карточка, а чековая книжка. Раньше, когда открывали мы счета, например, фирму открывали, и генеральному директору выдавалась чековая книжка в банке. Я считаю, что данный паспорт это тоже чековая книжка, в которой мы везде расплачиваемся. Только она, как сказать, не отрывная, а ссылочная, то есть это ссылка. Да, да. Ну, еще раз повторюсь, я не утверждаю, но это мое предположение, потому что просматривая ту информацию, которая сейчас в интернете интенсивно обсуждается, что паспорт это вексель, да, есть предположение, я склоняюсь к той информации, что все-таки паспорт это чековая книжка с определенными кодами внизу, да, этими прописанными, которые используются в банке, да, дайте нам паспорт, мы там его своей техникой проштудируем, там, да, спишем деньги определенные с ваших счетов, которые закреплены за вашим паспортом, да, а вы, пожалуйста, то есть, как бы ведется двойная бухгалтерия, ну, у всех, у тебя бумаги, фотографии, вопросы еще будут возникать, будем обсуждать, какие-то результаты пойдут, я тоже поделюсь без проблем, добро, твои контакты могу разместить для людей, там, я не знаю, скайп, ВК, номер телефона, что из этого можно разместить, чтобы они могли на тебя прямую выйти? Я разрешаю скайп и данные ВКонтакте, кому надо, я уже сама разрешу свой сотовый телефон, дам. Ну, все, благодарствую за интересный разговор. Ну, надеюсь, он кому-то будет полезен. Хорошо, благодарствую за разговор, взаимную удачу. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok